Если товар оставьте, пожалуйста, я плачу с вами. Товар оставьте, пожалуйста, на кассовый товар. Молодой человек, товар на кассовый зону оставьте и подышите. Я повторожу ваш товар, молодой человек. Потому что я не думаю, что вы его не оплатили. Ну, может быть, я по ошибке взял, что купили товар, знаете? Да ну ты, Амад. Директор доплачиваешь? Это прям очень интересно. Мне не платят. Мне надо месяц работать. Буду платить через месяц. Через месяц. Да, как цело тебя взял-то? Как они тебя взяли-то? Ну, я просто попросил, и меня взяли. Что тебе говорят о том? Не говори вам ничего. Ну, не слышь? Ты попробовал? Да. Открыто. Честно? Я пока не знаю, где это покупать. Попробуем. Давайте сделаем. Я просто с завтра присмотрю вас. Постою в деревне, потому что подышать надо. А что было с товаром? Еще раз. Я просто в дверях сейчас постою. Может быть потом кто-то вышит. Товар оставьте, пожалуйста. У меня платье с вами. Товар оставьте, пожалуйста, на кассовой зоне. Молодой человек, товар на кассовой зоне оставьте. И подышите. Я посторожу ваш товар, молодой человек. Не надо выходить с товаром на кассовой зоне. У меня платили товар. Будьте любезны, зайдите в магазин. Молодой человек, будьте любезны, зайдите в магазин. Понятно? Даже нажми, пожалуйста. Молодой человек. Молодой человек, я вас... Вы воруете товар. Вы воруете товар. А это товар? Где? Молодой человек, покажите. Я стояла на подышке. Товар оставьте, пожалуйста. Вы взяли товар с магазина. Это не кассовая зона, молодой человек. Это уже выход из магазина. Пройдите, пожалуйста, в магазин. Если вам плохо, оставьте товар. На кассовой зоне. А зачем вы выставляете? Молодой человек, как подошли? А? Вы знаете, как подошли? Не знаю, расскажите мне. Для того, чтобы вынести товар с магазина, будете свободно с магазина, вы-то необходимо его оплатите. Так он оплачен, я же говорю. Покажите мне, пожалуйста, чек. Зачем вам чек показывать? Ну как? Я директор этого магазина. Так. Я хочу и убедиться в том, что ваш товар оплачен. Я вам говорю, что он оплачен. Ну, подождите, покажите. Где чек? Зачем где чек? Ну, потому что я видела, что вы его не оплатили. Ну, может быть, я по ошибке взял уже купленный товар. Знаете? Я просто не вижу, где он стоит. У меня есть лидер на бюджете. Давайте мы пройдем. Проходите без проблем. Нет, давайте мы пройдем с вами. Нет, зачем проходить. И посмотрим, что вы его не оплатили. Так мне-то зачем проходить? Я здесь стою. Хорошо. Вот сотрудник охраны. Он посмотрит здесь. Мы проходим, смотрят без проблем. Я посмотрю. Он на камерах у меня сидит, он покажет, что оплачен, не оплачен товар. С этим товаром зашли или не с этим товаром. Прямо с монитором выйдет, покажет мне. Я сниму все это на видео. Нет, он снимался на видео. На мобильный телефон. Я оплатил или что? Что случилось? Что здесь случилось? Вы же сотрудники, не я. Я обычный посетитель и покупатель вашего предприятия. Посетитель на ваше гражданское право. Да. Какой вам чек показать? На этот товар. Даже если он купил, то это его чек. Он имеет право вам его не показывать. Он когда заходит с товаром в магазин. Он вам должен его показать? Нет, он должен предупредить, что я захожу с товаром. Кому он должен? Он у вас кредит какой-то взял? Нет, он у нас кредит не взял. А с чего вдруг он вам должен? Нет, я на камеру. Здравствуйте. Новгородский проспект. Ой, Комендантский проспект 64, корпус 1. У меня покупатель прошелся по магазину. Взял товар, не оплатил. Открыл его на кассовой зоне. Попробовал, понюхал. И сказал, что ему стало плохо. И пытается уйти с магазина. Можно нырять? Тут меня снимает миллион камер. Прям миллион камер, да? Пятерочка. Мужчина, молодой человек. Он сказал, что ему плохо. Я ему предложила оставить товар и подышать, выйти. Что я посмотрю за вашим товаром. Молодой человек. Примерно лет 20-25. В этом... Нет, медицинское не требует. Вам не плохо? Вам вызвать в скорую? Мне просто подышать. Мне какой-то товар странно пахнет. Просто ему подышать, сказал. Ну, то есть как бы... Полищук Алена Валерьевна, директор магазина. Да. 8-968-165-17-87. Да. Да, все верно. Да, все верно. Спасибо большое. Вам чек показать? Вот смотрите. Вот чек. Это я, правда, в куртку не купал. Но вы просили чек показать. Я думаю, чек на куртку. Я на товар. А-а-а. Я на товар моей корзинки добавил. Так это его чек. Я не знаю просто. Я, может быть, его выкинул. По закону имеют право. Вам его не показывали. Подождите, молодой человек. Вы его пытались пробить на кассе. Вы сказали, что я сначала попробую... Нет, вы ошибаетесь. Уважаемый директор, вы ошибаетесь. Это не он пытался пробить товар. Это пытался кассир пробить. Ну, понятно, что кассир. Как он может его пробить? Я согласна с вами. Да, неправильно сформулировала. Кассир пробивал данный товар. Что за бездельник тут? А что ты воруешь товар, а? Нет, он не ворует. А что он не ворует? Ему стало плохо. Я попросила его оставить товар и подышать свежим воздухом. Пожалуйста, я посторожу его товар. Ну, это его товар. Он же может его не оставлять, правильно? Нет, подождите. Этот товар пока еще наш. Он принадлежит в магазине. Нет, этот товар уже не ваш. Это его товар. Его товар он станет тогда, когда он оплатит за этот товар и получит кассовый чек, а мы получим денежные средства. Вы уверены, что он его не оплатил? Конечно, уверена. На все 100%? На все 100%. Давайте поспорим. На увольнение. Когда он оплатил? А, куда? Ну, я не знаю. Я видела, что этот человек подошел с этим товаром на кассовую зону. Да, но еще до этого он за этот товар заплатил. Он заплатил за этот товар. Все, тогда вопросов нет. А зачем вы второй раз решили оплатиться? Я же сказал, прошите. Ну, когда вы сказали по шипе, вы сказали вам плохо? Когда мы выходили. Нет, я сказал на кассе, что мне плохо. Потом, когда вы уже начали меня остановить на выходе, я уже сказал, что, возможно, я его по шипе продаю. Нет, я такого не говорил. Говорил. Я свидетель. Нет, если он оплачен, я, конечно, извиняюсь. Тогда корзиночку мне, пожалуйста, оставьте. И можете быть свободны абсолютно. Нет, я говорю, что я не вижу. Я просто подушаю, потом обратно в магазин вернусь. Все хорошо, без проблем, пожалуйста. Если этот товар оплачен. Я видела, что молодой человек с товаром подошел на кассу. И на кассе он решил вот так. Я приношу поедини. Подпишите, если вам плохо, я бы сказала у кого-то. Пожалуйста. Алена, а что будем делать с полисием? Я сейчас звоню, чтобы все нормально. Нет, не надо. Не нормально. Мы занимались самоуправством. Я не занималась самоуправством. Абсолютно. Давайте сейчас 5 звонков, 112, и вас будем оформлять. Хорошо. Готовы, ребята? Да, звоните. Нет, я сейчас звоню, чтобы они приезжали. Мы сейчас звоним, чтобы приезжали. Вас оформлять будут. А меня с чего? Самоуправство. Это решение человека свободы. Закупленный товар не выпускали его измельчать. Я нахожусь на магазине и наблюдаю ситуацию. 102 лучше. Они быстрее приедут. Да, 102. И сразу следственную оперативную группу пускай просывают. Наручники директора и в тюрьму. Звоните ради друга. Я против? Я думаю, надо участковый, если еще следственная оперативная группа. Нет, участковые, обязательно лицо. Внимание. Произошло соединение со службой экстренного вызова полиции 02. Обратите внимание. Все разговоры записываются. Вы позвонили в службу 112 в Санкт-Петербурге. Все разговоры записываются. Звоните. 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 Здравствуйте. Можно вызвать сотрудников полиции именно участкового либо следственную оперативную группу? Сотрудники сами определяются, кому ехать. Вы скажите суть вопроса, что вы делаете? Суть вопроса в магазине происходит самоуправство, магазин «пятерочка» и реализация просроченных продуктов. Нам ППС не нужен, нам нужна участковая либо следственная оперативная группа. Самоуправство в чем выражается? Не выпускали из магазина. Сейчас выпустили? Сейчас. Вроде как директор одумался, но все равно административное правонарушение со стороны магазина было. Адрес? Адрес Комендантский проспект, дом 64. Магазин «пятерочка». Комендантский проспект в Парголове или в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге. Приморский район, насколько я понимаю, да? Да. Ваша фамилия не имеется, скажите. Яковлев Кирилл Викторович. Телефон для связи? 9000. Вы на месте будете ожидать? Конечно. Хорошо, отправляю в полицию. Спасибо. До свидания. До свидания. А вот рубрика «Ни в коем случае не звоните». Директор магазина Алена Валерьевна. Номер телефона 8 968 165 17 87. Ни в коем случае не звоните им и не говорите о том, что у них продаются в магазине просроченные продукты. А вот у нас развлакуум. Я вам предлагаю, давайте мы вернем вам деньги за этот товар, как бы извинимся и принесем вам бонусы. Какие бонусы? У вас нет бонусов? Мы сейчас припутали. Сейчас будете все по чекам. Неважно мы по чекам. Сейчас вам все вернем. Это не проблема. Нет, я с вами согласна, что это наша наша абсолютно вина. В том, что у нас есть в наличии просроченный товар и вы его приобрели. Я вам предлагаю, мы вам вернем денежные средства. За этот товар предложим вам качественный и хороший товар. Спасибо. Нам не интересно. То есть вас радует? У вас акция есть по обмену товара? Конечно. То есть мы обязаны вам предоставить качественный и хороший товар. С какого дня у вас? С сегодняшнего дня такая акция? За качество отвечаю я. За качество отвечаю я. Не, не надо. Мы на такой не пойдем. Сделаем возврат и сделаем вам хорошего качества, предложим товар. Как директор я имею право. Не, мы на такой не пойдем. Я не видела, как товар оплатится. Молодой человек, я еще раз предлагаю вам вариант возврата. Я предлагаю вам самую завтра Роспотребнадзорскую. Нет, мы следим в Роспотребнадзор, если вы так желаете. Это ваше абсолютно гражданское право. Абсолютно. Я, как бы, не отказываюсь. Может супервайзера сюда пригласим? Хотя она в отпуске. У нас супервайзер, к сожалению, уволен. Супервайзера нет на сегодняшний день. А она сказала, что она в отпуске. Кто? Супервайзер. Людмила Васильевна? Нет, она уже все. Она уволена, она передала. Додала еще в среду. Так что, к сожалению. Может быть, она отпуск с последующим увольнением. Акет, что по девочке? Что по девочке? Каким девочкам? Той девочке. Которая тебе писала. А, ну просто это как вам так скажем, что мы не просто так вот в магазин к вам пришли? Я знаю. А почему такое хамское отношение у вас к сотрудникам? Это не хамское отношение, а молодые люди. Зарплату не выплачиваете. Мы решим, зарплату мы выплачиваем вовремя. Оформляйте не по трудовой книжке. И не за те документы, которые предоставляют… Это не ко мне вопрос. Абсолютно не ко мне, не по вопросу. Это к отделу кадров, пожалуйста. К отделу кадров? Мы просто можем еще потом заявление вместе с ней написать, о том, что у вас происходит махинация в этом магазине. Мошенничество. Мошенничество. Вы оформляете людей, не, соответственно, обходя закон. На другого лица вообще, в принципе, оформляете. Не я оформляю людей. Людей оформляет отдел кадров и компания. Так что это не ко мне вопрос. Ну хорошо. Можно еще такой вопрос? А правда, что вас не берут в магазин бывших сотрудников? Нет, это неправда. Это зря вы говорите. А она говорит, что не берут. И, соответственно, магазин предложил ей устроиться по подельным документам. Я не знаю, о ком вы говорите. Это неправда. Зато я знаю. Она прекрасно знает этот магазин. Она работала здесь. Это не ко мне вопрос. Все показывало. А кому? Это вопрос не ко мне. Это вопрос в отделку. 5x retail? Это да. Это куда вопрос? Это не ко мне вопрос. Мой вопрос вот. Вот будут суды. За все понесет x5x retail. Молодые люди, давайте мы сделаем возврат. Мы отказываемся. Сейчас все приедут сотрудники полиции, мы оформим, соответственно, и магазин понесет убытки потом. 300 тысяч штрафов. 300 тысяч штрафов. Магазин же должен понести наказание какое-то, правильно? За реализацию просроченных продуктов. Я понимаю вас, что да. Это есть. Этот факт есть. К сожалению, мы не спрялись до конца. Они таким образом, знаете, вы увидели, например, покупатель пришел, вы извинились и все, и мы разошлись тогда? Нет. Магазин должен понести какое-то наказание. Мы пойдем дальше. И проверяем ссылки. По закону он должен понести наказание. Страфом. Это понятно. Это согласно. И выговором, соответственно, к директору магазина. Выговором. Это понятно. Я отвечаю за это. И мы будут решать вопрос уже кто, как. Поэтому мы вызвали сотрудников полиции. Ждем их сейчас. И оформим вас за реализацию и продажу некачественных продуктов. В том числе просроченные. Хорошо. Если вы не готовы к тому, чтобы… То есть я возврат готова вам предложить. Это ваша обязанность. Мы услышали. По возврату нам все равно сделать. Эта компания, в принципе, и так сделает. Когда мы напишем заявление, вы и так сделаете возврат. Я сделаю обязательно. Денежных средств. Это 100%. То, что было выявлено, куплено, да? Да ничего. Это все изимит сотрудник полиции. В отдел. Ладно, хорошо. Попусти. Не пугай, мальчик. Да ну ты я мама. Ты директора доплачиваешь? Это прямо еще интереснее. Мне не платят. Мне надо месяц работать. Может, у тебя зарплату все равно платят? Буду платить. Через месяц. Через месяц? Да. А как кого тебя взял? Как они тебя взяли? Ну, я просто попросил и меня взяли. И все. Прикольно. А сколько тебе сейчас? Мне? 10? А мама знает это? Конечно. И как она к этому относится? Нормально относится. Проблема не в этом. Проблема в том, что как ты устроился? Да никак не устроился. Просто попросил и все, и меня взяли. Ну, честное слово, да? Получается. Ну да. А как тебя зовут? Дима. Как? Дима. Сколько платить обещали? Так, между нами. Я не знаю. Они просто сказали заплатить через месяц. Я даже не знаю. Если ты 100 рублей заплатит, то вам будет мало. Я заяву накатаю. А? Я заяву накатаю. Молодец. Слушай, молодец. Я хоть на учете в полицию, но я накатаю. По барабану, да. Незаконное использование детского труда. Внимание. Произошло соединение со службой экстренного вызова полиции 02. Обратите внимание. Все разговоры записываются. В настоящее время все сотрудники заняты. Не кладите трубку. Вам ответит первый освободившийся сотрудник. Оперативная дежурная служба 02. Что еще раз? Оперативная дежурная служба 02. Слушаю. Здравствуйте. Хотели бы вызвать сотрудников полиции, а именно участкового. По адресу магазин Пятерочка, Комендантский проспект 64, корпус 1. Что случилось? Да здесь такая конфликтная ситуация произошла с персоналом. Меня не выпускали с купленным товаром из магазина. Мне надо было подожжать, меня не выпускали. А также, дело в том, что здесь выявили просроченный некачественный товар. Костылев. Костылев. В магазине будешь? Да, конечно. Ожидаю. До свидания. Знаете, что ты сказала? Ничего не говори. Иди домой, я сказала. Передай. Ребенок, давай. Вот с последним я согласен. Находимся мы сейчас в Приморском районе. Комендантский проспект, дом 64. Это у нас магазин Пятерочка. Нашли вот такие вот конфетки. Дата изготовления 05-3. Так, срок годности 6 месяцев. Вот такие вот еще конфетки. Срок годности истек 12-10. Тряники 06-07. Срок годности 3 месяца. Вот такие вот шоколадки. Срок годности истек 3-9. Развакуумная колбаска. Вот такая вот рыбка тоже упакована под вакуумом. Короче, нашел вот такую вот корюшку. Дата изготовления 27-07-21. Срок годности с датой изготовления не более 2 месяцев. Корюшка уже просрочена. Здесь и две упаковки. Вот еще одна 27-07. Ой, тут аж прям... Она аж прям с плесенью. Как певец. А, еще, короче, было вот такое вот у нас... Сухарики у нас нашел Фил. Дата изготовления 9-е, 3-е, 21-е. Срок годности 6 месяцев. И вот такой вот у нас паштет был. Даже не то, что было, а есть. Паштет у нас срок годности истек 8-го, 10-го, 21-го. Паштет у нас три штуки. Здравствуйте. Примите, пожалуйста, жалобы на бездействие сотрудников полиции. Я уже тут битый час стою, жду сотрудников полиции. Они уснули же там или что? Подождите. Стой еще раз. По какому адресу? Миндент пишет 4. Да, все 4, корпус 1, магазин Пятерочка. Так только что же вы же его отправили жалобы. Только что, это полчаса назад. Основная заявка была подана час назад. У нас же журналисты сюда быстрее приехали по моему вызову, чем сотрудники полиции. Это как из анекдота, когда ты заказываешь пиццу и скорую помощь, быстрее приезжает доставщик пиццы, чтобы не платить за заказ или что? А, другую давайте. Что другую давайте? Ну, фамилия, имя, отчество. Кто жалобы дает? А, Костелев, Михаил? Так, телефон. Тот, с которого звоню. В общем, так, подожди, честно, дает копирую. Значит, жалобы звучит так. Значит, вызвали сотрудников полиции около 17.46, магазин Пятерочка, по адресу Комендантский проспект, дом 64, корпус 1, строение 1. Далее, неоднократно еще вызывали сотрудников полиции в настоящий момент никто не приехал. Правильно? Да, все верно. Приехали только журналисты. Все, я зафиксировала, передаю. Угу. Михаил, расскажите, сколько вы уже заявок оставили сотрудникам полиции? Около трех, наверное. Третий или четвертый, я уже не помню по счету. И они бездействуют, они не едут? Да, просто до этого еще товарищи по несколько раз звонили. Так что, в целом, около десяти заявок примерно. Спасибо вам большое, Михаил. Черный трюк повесил. Где вы работаете? Я просто вас не вижу. Около магазина Пятерочка. Войдите сюда. Войдите, войдите. Пятерочка уже? Поехали. Давай сейчас подойдем. Япон, ладно. Входите. Камеры, да, трассе. Да. Да, я смотрю, да. Делай экономическую безопасность. Здесь камеры снимают. Что вы делаете? Да. Экономическую безопасность. Да. А что, ребята? Не, я просто понял. У нас, видите, заявок очень много, даже мы уже приезжаем. Чего вы так нервничаете? Кто нервничает? Ну, я вот рассмотрю. Вы смотрите. Ну и что? Там камера вас не включает. Да, вы включает. Да, вы включает. Да не, не, не. Я не говорю, что случилось? Кто из вас? Михаил Александрович. Я вызывал. Вы давайте вызывал. Давайте подойдем. Сейчас узнаем. Все уже не правда. Расскажите подробнее, что именно произошло. Случилось то, что меня не выпускали с приобретенным товаром. Ага. Потом также выяснилось, что товар является просроченным. Что, сроки? Да. Я думаю, дальше будет ситуация. Рассказывается. Пойдем все равно, а будь тогда я не буду. Продолжение следует...